5 августа 1952 года. В Гордеевском районе первыми к уборке урожая приступили колхозники сельхозартели имени Сталина. За несколько дней убрано 200 гектаров ржи. В колхозе уже развернулся обмолот. Всех либо робот трудится под лозунгом «быстро и без потерь убрать урожай», досрочно рассчитаться с государством по хлебопоставкам и с честью выполнить взятые обязательства. Конструкторы Клинцовского механического завода Министерства совхозов РСФСР впервые в стране сконструировали и изготовили передвижные автомобильные весы. Весы смонтированы на собственном ходу. Их можно использовать прямо в поле. Первый опытный образец успешно прошел испытания. Коллектив станции Клинцы достойно встретил сталинский день железнодорожника. Он выполнил семимесячный план погрузки, ускорил оборот вагонов, дал государству от снижения себестоимости перевозок 53 тысячи рублей прибыли. Районы области готовят школы к началу учебного года. Старокривицкую семилетнюю школу в Новозыпковском районе ремонтируют столяры и плотники колхоза «Новая жизнь». Для кладки печи подвезен кирпич. Заготовлено 160 кубометров торфа. В Дядьково закончен ремонт здания быторской средней школы. Закуплено более 1600 учебников. В вузах Брянской области начались вступительные экзамены. В Новозыпковский педагогический институт на 400 мест подано 725 заявлений. Как правило, абитуриенты выбирают отделение языка и литературы, а также исторические и географические факультеты. В Суражском учительском институте на каждое место подано три заявления. Около 90% поступающих выпускники средних школ нашей области. Группа учащихся Брянской области по путевкам Министерства просвещения РСФСР провела несколько дней в Москве. Ребята посетили мавзолей и музей Ленина. Осмотрели Третьяковскую галерею, музей истории и реконструкции Москвы. Побывали в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Юные туристы также приняли участие в работе конференции географов школьных кружков Российской Федерации.